Это программа День с толком. В студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто нас смотрит. Вот некоторые темы этого выпуска. Дал шанс на свободу или развалил страну? О личности Михаила Горбачева рассуждают жители края, те, кто застал времена распада Советского Союза. Жительница поселка Восточный подсчитывает ущерб от нападения собак на подворье частного дома. Мечтает, чтобы в городе оставалась изюминка и привычные очертания исследователей. Евгений Кученев о Барнауле в объективе фотокамеры. На 92-м году ушел из жизни первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Это случилось ночью на 31 августа в больнице. Точная причина смерти пока не названа, но известно, что Михаил Сергеевич долго болел. Сегодня эта новость облетела все информагентства страны и мира. Горбачев всегда был неоднозначной фигурой. Последние генсекции, как и ПСС, с него началась перестройка, изменившаяся жизнь миллионов. Кто-то говорит, что 30 лет назад он дал людям свободу и шанс построить новое государство. Другие именно его обвиняют в развале Советского Союза. Как оценивают фигуру Михаила Горбачева и его роль в истории жителей края, те, кто застал времена распада Советского Союза, смотрите далее. Меня удивляет этот человек, который был высшим руководителем Советского Союза и пытался демократизировать Советский Союз и начать подход к рыночной экономике в Советском Союзе. И как бы стать другом в мире всех государств, наверное, с недопониманием, хотя Советников у него уже хватало, толковых людей, с недопониманием стратегических постулатов внешнеполитических, что Соединенные Штаты Америки – это наш противник стратегический, легкость в подходах внешней политики. То же самое в экономике. И он, строя рыночные подходы Советского Союза, сдает часть рынка, убирается, уходит в рынок Европы. И экономика Советского Союза сразу процентов на 20-30 проседает. Нету сбыток. Власть-то ведь дается человеку не для того, чтобы в стране происходили безобразия, закончившиеся развалом Советского Союза, а власть для того, чтобы страной руководили, чтобы страну направляли, чтобы страну удерживали от потрясений. Это же оглушительно слабые руководители. Поэтому я его просто не уважаю, Михаил Сергеевич. Жалко того времени, жалко многих погубленных жизней, которые и сейчас продолжают теряться жизни, гибнуть. И это же все отголоски распада Советского Союза. Плюсы те, что он дал определенную свободу, которой в СССР раньше до него не было. Я думаю, вот в этом плюсы. Ну а минусы, это то, что всем известно, это тот развал экономики, а в конечном итоге и страны, который произошел. Сначала его восприняли как такую свежую струю, потому что, ну те, кто старше помнят, были очень старые генеральные секретари, Брежнев, Андропов, Черненко. Они все по очереди умирали. И там, начиная с 1982 года, были одни сплошные похороны. А потом пришел человек молодой, ему было 54 года. Он общался, разговаривал с людьми. Как-то все это было так очень открыто, динамично. И поначалу, конечно, восприняли положительно, но потом отношение стало меняться достаточно быстро. Он начал перестройку. Он, по всей видимости, хотел сделать хорошо. Но получилось то, что получилось. Он мечтал перестроить страну, взяв из Советского Союза все лучшее, но добавив рыночные реформы, демократию и частную инициативу. Если взглянуть на сегодняшний день, не этого ли хотит и современное российское правительство? Он принял и подписал закон об общественных объединениях. И это дало настоящий бум развитию некоммерческого сектора, общественным организациям. Их сегодня в Алтайском крае более двух с половиной тысяч. Дал новый импульс многопартийности. Российскому обществу нужно избавляться от того, что кто-то виноват. Прежде всего, в тех переменах нуждалось общество. Дефицит, очереди. А какое пьянство? Но общество хотело очень быстрых перемен. Но так не бывает. Огромная инертная страна. Он привил демократию, начал прививать рыночные реформы, частную инициативу. Но эти же перемены его и поглотили. Завтра начало нового учебного года. Почти все 87 школ Барнаула в День знаний готовы поднять государственный флаг. Об этом рассказала заместитель городского комитета по образованию Наталья Михальчук. Подготовка к церемонии, а это установка флагштоков, обошлась каждой школе примерно в 40 тысяч рублей. Это не считая закупки символики. Дело в том, что там еще не просто обновить флаги, а они еще имеют специализированный, специальный размер. Так как это 9-метровый флагшток, соответственно, должен быть и размер флага специальный. Поэтому, конечно, нужно было каждому обновить этот флаг, купить этот флаг. Так как те флаги, которые находятся на зданиях школ, они по федеральному законодательству у нас остаются. Средства на подобные траты, отмечают в ведомстве, частично выделили из бюджета в школу, частично финансировали власти. Однако, как нам стало известно, некоторые учреждения приобрели все необходимое благодаря финансовой поддержке выпускников. А в некоторых районах края из-за больших затрат на установку флагштока решили обойтись без него. Нам рассказали, что флаг будут еженедельно торжественно выносить и устанавливать на подставке. Доску почета, слава и гордость Барнаула обновили в преддверии дня рождения краевой столицы. Церемония открытия состоялась сегодня. Награды почетным жителям вручили глава Барнаула Вячеслав Франк и председатель городской думы Галина Буевич. Среди отмеченных горожан представители разных сфер, в том числе искусства, предпринимательства, строительства, медицины и образования. Всего 24 человека и 17 коллективов города. От лица всех собравшихся хочу поблагодарить наших руководителей, потому что действительно созданные условия для нашего труда, оценка результатов нашего труда, говорит о том, что в городе Барнауле сложилась гигантская команда барнаульцев, единомышленников, которые любят, ценят свой город и сделают все от нас зависящее для его процветания. Отдельные слова благодарности сегодня я бы хотел все-таки сказать нашим врачам. Вот подумайте, я впервые вручаю эту награду без маски. За все вот мое время, которое прошло, мы побеждаем, выигрываем, ну и будем так держать в дальнейшем. Продолжим. 38 мертвых кур, две в тяжелом состоянии. Такую картину в своем дворе сейчас наблюдает жительница поселка Восточный. Накануне к ней ворвалась стая собак, которая растерзала всю домашнюю птицу. Наша съемочная группа сегодня приехала на место происшествия и передаю слово Ирине Корчагиной. Везде у нас было заграждение вот такое, но они прорвали просто заграждение и дверь на цепи, она открылась. Вот здесь это все разорвали, вот смотрите, это все сетка достаточно прочная. В ту ночь даже хозяйская собака Нюша была в шоке. Справиться с бандой собратьев она не смогла бы и просто забилась в конуру. Стая собак в поселке Восточный орудует не первый день. На этот раз 38 жертв. Столько породистых кур погибло в этих вольерах. Ольга – зоозащитница. В этом доме живет не она, а эта женщина. Но пострадавшая сейчас не в том состоянии, чтобы сниматься на камеру. К тому же о себе дает знать состояние здоровья. Я вот, когда это все увидела, я целый день, но мне нельзя волноваться, иначе будет третий инфаркт. Я вот целый день, в принципе, в таком шоке была. Это практически трагедия для человека. Она 6 месяцев выращивала этих цыплят. Они уже полноценными стали курами. И получается, вот так сейчас ответственность никто на себя не берет. В итоге почти 100 килограммов изрядно протухшего мяса несколько дней на жаре лежит возле дома. Потому что самостоятельно утилизировать кур хозяйка не может. Это уже несколько дней ждет специальную службу, за услуги которой она тоже, естественно, будет платить сама. Где-то там в районе 25-30 тысяч, наверное. И вот это все видеть, наблюдать, это очень тяжело. Для хозяйки это очень тяжело. И это уже не первые потери. В прошлом году женщина также потеряла 43 цыпленка. Напомним, в черте города отловом и стерилизацией собак занимается приют Ласка. После этого животное возвращают в привычную среду обитания. Но часто, как говорят в приюте, жители частного сектора сами отпускают своих собак погулять. Те сбиваются в стаи и начинают хулиганить и, конечно, размножаться. У нас вот здесь на днях у женщины 70 порвали курочек. Значит, двое детей пострадали. Мы два года просили на Восточном отловить суку. За это время сука принесла 16 щенят. Эти щенята выросли, и люди не стали терпеть такого отношения. И они просто-напросто суку эту убили. Но стая, которая голодная, она просто-напросто ищет себе пропитание. И вот пропитание она нашла здесь. Сказать, чтобы ходили и убивали животных, это не в моих правилах. Я никогда этого не скажу. Сейчас женщина подсчитывает убытки. Так как куры были породистыми и стоят на порядок выше обычных, ущерб составляет порядка 80 тысяч рублей. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толка. Мы обратились за комментарием в приют «Ласка», который, напомним, занимается отловом и стерилизацией животных в Барнауле. Какая позиция у приюта, откуда берутся агрессивные собаки, об этом расскажем в итоговом выпуске новостей в субботу. Капитальный ремонт городской больницы номер 10 поселка Южный подходит к концу. Обновление поликлиники многотысячная армия пациентов ждала больше года. На данный момент работы выполнены на 95%. После 20 сентября поликлиника заработает в полную силу. Подробнее в сюжете. 30 тысяч пациентов, 17 терапевтических участков. Городская больница номер 10 – социально значимый объект для поселка Южный и не только. За 60 лет эксплуатации один из корпусов износился почти полностью. Подвала не было, коммуникации проходили вдоль стен, а толщина наружной стены составляла всего 25 сантиметров. Температура зимой в помещении была не выше 12 градусов. Население прирастает, количество помещений у нас катастрофически не хватало, и здание находилось практически в аварийном состоянии. Поэтому пришлось вводить режим локального ЧАЭС, и ремонт капитальный продолжался в течение одного года. От здания оставались одни перегородки, ремонт делали почти с нуля. Поменяли систему водоснабжения, отопления, электропроводку, утеплили стены, заменили крышу, оконные проемы и даже сделали перепланировку. Были подразрушены, произвели усиление фундамента, мы производили усиление стен данного здания. В процессе все вопросы решали, все коммуникации прокладывали по новой внутри здания. Планировка у здания полностью изменилась, коридоры стали шире, кабинеты тоже стали шире. Нам удалось расширить этот кабинет, соответственно, здесь спокойно встанет кушетка, встанет два рабочих стола. На время ремонта нагрузка идет на другую часть поликлиники, добавляют врачи, но прием пациентов там не прекращается. Открытие новой части здания, наконец, позволит равномерно распределить нагрузку. Да и вопрос с кадрами, который здесь всегда стоял остро, тоже, говорят, решили. Появляется буквально на днях у врач-эндокринолог, который закончил ординатуру. Значит, три целевика у нас приступают к работам, плюс еще два врача-терапевта устроились. Помимо этого, соответственно, сегодня укомплектованность довольно-таки значительная. Напряжение с терапевтами будет не то. Пока работу завершают в основной части поликлиники. Будет продолжен ремонт приемного и рентгенологических отделений. После медучреждений появится новое оборудование – мамограф и компьютерный томограф. Обновленный корпус заработает к концу сентября. Отметим, что ремонт обошелся краевому бюджету в 48 миллионов рублей. Мария Мацева, Александр Антропов. День с толком. 26 претенденток на звание «Мисс Барнаула» вновь вышли на подиум. Только 9 из них на очередном этапе получат заветные диадемы за победу в разных номинациях. Это предпоследний рывок перед финальным испытанием. Итоговое дефиле состоится в день города на площади Сахарова. Титул «Мисс Барнаул» получит только одна красавица. Наша съемочная группа заглянула за кулисы очередного этапа и готова раскрыть некоторые его секреты. Полуфинал конкурса «Мисс Барнаул» открыли традиционным дефиле. Под звуки камер и восхищенные взгляды зрителей девушки блистали в дизайнерских платьях и роскошных мехах. Секрет идеальной модельной походки не так сложен, добавляют участницы. Достаточно прямой осанки и искры в глазах. Я часто смотрю просто подиумы, то есть как там ходят, как там себя показывают. Походку все это я как бы себе на заметку так беру. А основной такой любимой модели у меня нет. Ну а можешь показать, вот как правильно, от бедра, может быть, шагать или как рядочек вперед? Вот немножко не получится? Вот мастер-класс по походке, давай. На самом деле нужно обязательно держать ровно осанки. Идти нужно ровно, смотреть прямо. Шагать, сильно бедрами двигать не нужно. Нужно просто смотреть прямо, немного двигать руками и идти. Но модельная походка еще не гарант победы, добавляют организаторы. Нужно уметь поддержать и умную беседу. Поэтому для девушек подготовили интеллектуальный конкурс в форме собеседования. Участница рассказывает о своих достижениях, а строгая жюри задает вопросы. Скажи, пожалуйста, это твой первый конкурс красоты? Было очень страшно. Сейчас тоже нужно выходить, что-то говорить о себе. Как бы знаю, что буду говорить, но боюсь, что волнение может переполнить. Но в принципе, чувствую себя уверенно. А главные призы полуфинала – 9 диадем. Их получили участницы, победившие в самых разных номинациях. Мисс Спорт, Мисс Зрительских симпатий, Мисс Дружба, Мисс Бьюти и другие. Сегодня жду, чтобы каждый член жюри дал тройку победительниц. Чтобы третьего числа сравнить эти результаты с результатами финала и выбрать Мисс Бьюти и другие. Финал конкурса обещает быть грандиозным. Организаторы поделились секретом проведения итогового этапа. Он пройдет на сцене площади Сахарова 3 сентября в день города. 20 тысяч зрителей смогут понаблюдать за выходами дефиле и танцевальным шоу. А оценивать участниц приедет московское жюри. Мария Мацаева, Александр Антропов. День с толком. Уже сегодня барнаульцы могут встретить на пешеходной улице Молотобольской легендарную голубую даму – призрак влюбленной женщины, которая не может найти покоя в загробном мире и вынуждена бродить по улицам Барнаула больше 100 лет. Такой подарок ко дню города сделали жителям краевой столицы представители туротрасли. Хочу сказать, что люди смогут прийти на Молотобольск уже, наверное, со среды и вечером увидеть, возможно, голубую даму прямо здесь. Она появится и в день города. С ней можно будет пообщаться и сфотографироваться. День города порадует не только голубой дамой, но и разнообразной сценической программой, театральными постановками, тематическими выставками и фотозонами. Фишкой праздника станет и выставка современного арт-искусства. Будет расположено прямо на пешеходной зоне. Это будут призмы полтора на два метра в высоту. Их будет пять штук. На них будут изображены символы города Барнаула по их хронологии, скажем так. То есть у нас будет затронут горнозаводской период, купеческий период, советский период, современный Барнаул. И одна призма будет посвящена легендам города. Для удобства гостей на Молотобольской установят специальные навигационные стенды с QR-кодами, отсканировав которые, можно узнать расписание мероприятий этого дня. Совершить путешествие в подземелье, побродить по заброшенным зданиям и полюбоваться видами родного Барнаула. Это к Евгению Кученеву, городскому исследователю, мастеру фотографии, просто человеку, который на протяжении многих лет изучает родной Барнаул под прицелом фотоаппарата. С тем, кто годами фиксирует образ краевой столицы, на своих фото встретилась Валентина Аскерова. Попадая сюда, я словно попадал в другой город. То есть, ходя по улицам, не встретишь таких видов, таких пейзажей, такой атмосферы, как здесь. Сегодня без фотоаппарата налегке. Евгений Кученев рассказывает о любимых местах города. Барнаульская спичка – знаковая для фотографа. Больше 10 лет назад он забрел сюда случайно. И не зря старинное здание разбудило в Евгении страсть к историческим местам. Отсюда начинался город. То есть, в 18 веке, получается, были построены эти здания. Они одни из самых старых здесь в городе, в Барнауле. Именно поэтому они меня всегда интересовали. То есть, еще с самых ранних лет, когда я начинал заниматься городскими исследованиями, именно вот эта территория, одна из самых старых, таких знаковых для нашего города, являлась также для меня одной из самых интересующих меня. Тысячи фотографий, сотни прогулок по спичке и другим интересным местам города. И даже когда Евгений Кученев не держит в руках профессиональную технику, старается запечатлеть старину на мобильный телефон. Страсть к фотографии появилась у него больше 15 лет назад. Сыграла роль железная дорога. Как у любого ребенка в детстве всегда есть мечта кем-то стать. Вот у меня так получилось, что в детстве хотелось стать железнодорожником, водить поезда. Мне всегда почему-то эта романтика прельщала, казалось это чем-то таким, ну, необычным. Какая-то необычная профессия – водить длинные поезда. Как только у меня появился фотоаппарат, это случилось в начале нулевых годов, естественно, захотелось это все, свое влечение как-то фотодокументировать, то есть запечатлеть для себя, чтобы помнить это все, знать. Первая городская электростанция – Кожевинный завод, дом Лесневского. За 15 лет исторический Барнаул исхожен вдоль и поперек. Исследователь отмечает, что с каждым годом мест, где можно отдохнуть глазом, и окунуться в прошлое становится меньше. Сносятся знаковые сооружения, такие как речной вокзал, допустим, ну, стадион, локомотив, ну, те же баки на Сахарова, хоть они и бесхозные были, но все-таки. И Барнаул лишается какой-то своей индивидуальности, то есть то, что отличало его от других городов, какие-то уникальные сооружения. Та же спичка, любимая Евгением и множеством других горожан, все еще на реконструкции. А ведь барнаульцы много лет ждут ее возрождения. Город захватывают торговые центры и офисы. А мечта Евгения, по сути, банальна. Чтобы в нем сохранялась какая-то своя изюминка, да, какие-то привычные очертания, привычные облики. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Напомню, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и участвуйте в обсуждениях. Ну а через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok